«Мам, мы с Катей разошлись. Как это не грустно. Я, впрочем, так и думал. Слишком уж мы с ней разные. Она, как из другого мира. Но не суть, я не об этом. Я о том, что кавалер твой пусть собирает вещи и на выход. Мы с тобой еще давно договаривались, что чужих в нашей квартире не будет. Помнишь?» Олег говорил раздраженно и немного сердито. «Олеж, он не кавалер. Он мой муж, во-первых. А во-вторых, не успела закончить фразу Наталья, как сын оборвал ее на полусловие. Да мне, собственно, по барабану кто он? Муж, кавалер или поклонник? Я хочу, чтобы его в нашей квартире не было. И все. Я же понятно изъясняюсь, мам. Какие проблемы?» «Я в этой квартире прописан. Мало того, половина жил в площади моя, и я имею полное право жить там один, без своих хахалей. Это ясно?» Сказал сын и положил трубку. Наталья Владимировна растила сына одна. Муж ее тяжело заболел, когда маленькому Олегу еще не исполнился год. Полгода лечения, куча средств, нервов и сил не помогли. Болезнь победила. И Наталья осталась одна с полутора годовалым малышом. Страшную новость она получила по больничному телефону. Она до сих пор вздрагивает от телефонных звонков. А ночью аппарат и вовсе выключает, потому как ночные звонки вызывают у нее приступ паники и тахикардию. Жили они трудно. На дворе были девяностые, и Наталья с сыном испытали всю прелесть сложных лет. От очередей за хлебом, талонов на питание до разгулявшихся бандитов в их небольшом городке. Наталья Владимировна была хорошим бухгалтером, но тогда эта профессия не могла их прокормить, и она пошла работать на завод, а по совместительству мыла полы в кинотеатре. Маленький Олежка часто оставался на целую неделю в садике или у бабушки. Благо тогда мать Натальи еще была жива. Но тяжелое время, слава богу, прошло. Олег вырос, окончил школу и даже поступил в институт. А Наталья вернулась на свою работу и неожиданно стала хорошо зарабатывать. Жили они с сыном дружно, хотя Олег обладал немного резким характером, видимо, в отца. Но Наталья, будучи мудрой матерью, как правило, острые углы научилась сглаживать. «Мам, я тебя завтра кое с кем познакомлю, и это не просто девушка, это моя невеста». Как-то вечером сказал сын, загадочно улыбнувшись. А у Натальи ёкнуло сердце. Вот и вырос ее мальчик. На следующий день после работы Наталья заскочила в магазин, купила торт, вино и фрукты. А дома успела запечь мясо с картошкой и настрогать салатик. Сын с девушкой пришли в восемь вечера, так что она все успела. Невесту звали Катя, и она была похожа на маленькую серую мышку, такая же тихая и невзрачная. Весь ужин она очень стеснялась, молчала, тихим голосом отвечала на вопросы и только иногда стреляла по сторонам огромными умными глазищами, в которых, как в синих озерах, казалось, отражался весь мир. Молодежь отужинала, и Олег отправился провожать свою пассию домой. А Наталья задумалась, чем могла ее Олегу приглянуться эта скромница, не иначе, как тут именно любовь за красивые глаза. Она улыбнулась сама себе и подумала, что ей, собственно, до этого не должно быть никакого дела. Сыну нравится и ладно. Молодожены после свадьбы переехали к Кате. Ей от деда досталась отличная двушка в центре. А Наталья Владимировна загрустила. Квартира опустела, стала холодной и чужой. Всю свою жизнь она жила с сыном, его проблемами и хлопотами, и сейчас будто потерялась в своем одиночестве. Наташ, а ты собачку заведи или кошку. С ними не заскучаешь, правда? А хочешь, приходи к нам в клуб пенсионеров. У нас весело и танцы, и игры, и разговоры. Подружек найдешь себе, единомышленников. Советовала ей подружка Лена, и Наталья задумалась. Кошку с собакой пока нет, а вот клуб можно попробовать. В клубе в первый же день она познакомилась с мужчиной. Был какой-то музыкальный конкурс, и, распеваясь, она заметила высокого с седой шевелюрой мужчину. Именно его шевелюра привлекла ее внимание. Редко в таком возрасте мужчины не блестят лысиной или проплешинами. А тут прекрасные седые волосы, да еще будто только что из салона. Мужчина постоянно отвлекался и отвлекал ее, кидая на Наталью многозначительные взгляды. А после занятий в клубе увязался ее провожать. Они разговорились, и оказалось, что у них очень много общего. Они любят похожие фильмы, оба читают русскую классику и боятся воды и змей. Его звали Николай. Ему было 60, и на следующий день он назначил ей свидание. И с тех пор они больше не расставались. А через два месяца Николай сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться. Свадьбу они не затевали, а сделали небольшое, уютное торжество, на которое пригласили только самых близких и родных. На их празднике Наталья просто светилась от счастья. Она давно не испытывала таких чувств, когда ты для кого-то самый главный человек и тебя любят не только как маму, а как женщину и личность. Она была в легкой эйфории и только на следующий день вспомнила недовольное лицо сына на свадьбе и его слова. — Делать вам нечего, конечно. Устраивать спектакль на старости лет. Такое себе развлечение. Ну, встречались бы, шахматы играли, гуляли. Зачем жениться-то? — сказал сын, протягивая ей букет роз. Николай после свадьбы переехал к Наталье, так как в его квартире временно жила дочь с семьей, пока достраивается их дом. Супруги наслаждались друг другом, и это была иная любовь, чем в юности. Молодые чувства, страстные и порывистые, часто они проходят так же быстро, как и появились. А они любили друг друга спокойно и размеренно, наслаждаясь каждой минутой и мгновением. Наверное, так выглядит последняя любовь на закате жизни. Но идиллия их длилась недолго. Или, как говорят, к бочке меда обязательно найдется ложка дегтя. Такой ложкой был звонок Олега с ультиматумом. Немного оправившись от разговора, Наталья решила позвонить сыну снова и попытаться убедить его оставить все как есть. Олеж, у Николая есть жилье. У него прекрасная трехкомнатная квартира. Но есть небольшая проблема. Там живет его дочь с семьей. У них вот-вот достроится дом, и они тотчас переедут. Нужно только немного потерпеть. Олег, Николай замечательный человек, и я уверена, вы подружитесь. Более того, я... Она недоговорила, как сын ее снова перебил и голосом нетерпящим возражений заявил. «Мам, ты что, не понимаешь меня? Я вроде ясно выражаю мысль. Если вы хотите жить в нашей квартире с ним, то обеспечьте меня жильем, и все, проблем не будет. Однушка меня вполне устроит или деньги на однушку. В противном случае, через три дня я переезжаю домой и надеюсь не застать там посторонних. Пока, мама. Я ушел собирать вещи. Три дня». Положив трубку, Наталья долго не могла прийти в себя. Она так расстроилась, что проплакала полвечера, ожидая мужа и переживая, как преподнесет ему неприятную новость. А когда Николай пришел, неожиданно для себя, прямо с порога рассказал ему все, без утайки, вытирая слезы и всхлипывая. «И ты из-за этого плачешь и расстраиваешься? Милая моя, я не хочу, чтобы что-то огорчало тебя и твоя душа страдала. И это не проблема, поверь мне. Проблема — это, когда ничего нельзя сделать или нет возврата. Ты знаешь, о чем я». Он обнял ее. «А это не проблема, это дела житейские. А сын твой... Ну, он просто думает, что всегда будет молодым и дерзким. Это пройдет. Не обижайся на него». А на следующий день Николай позвонил Наталье с работы и объявил, что вечером они едут в гости к семье его дочери. «Милая, одень, пожалуйста, свое бирюзовое платье, ладно? Ты в нем такая необыкновенная, и оно очень идет к твоим глазам». Сказал он напоследок, и она улыбнулась. Умеет же ее муж поднять настроение. Дочь Николая встретила их доброжелательно и душевно. Она была очень похожа на отца, также улыбалась и словно излучала тепло. И Наталья подумала с грустью, что сын-то у нее совсем другой. И еще она подумала, что упустила где-то в его воспитании, но теперь уж назад ничего не вернуть. Узнав, что у них нарисовались жилищные проблемы, дочь Николая Лиза воскликнула. «Папа, так в чем дело? Переезжайте сюда и немедленно, а наш дом практически готов. Буквально вчера звонил наш прораб и сказал, что остались сущие пустяки, а мы с Васей уже начали покупать мебель». Она улыбнулась мужу. «И самое позднее, я думаю, через две недели мы переедем к себе и устроим новоселье». Радостно засмеялась она. Буквально на следующий день Наталья с Николаем собрали вещи и успешно переехали к его дочери. А уже вечером она позвонила сыну. «Олег, мы с Николаем переехали к его дочери, так что проблема с жильем решена, и ты можешь возвращаться домой. Никто тебя не побеспокоит и никаких посторонних в квартире ты не увидишь». Она хотела добавить, что и ее тоже, но сдержалась. Решила обойтись без колкостей. «Вы переехали? Ничего себе скорость у вас! Ну что сказать? Я рад. А как ты?» Он хотел еще что-то добавить, но Наталья резко оборвала разговор. «Олег, правда, очень некогда. Мы еще вещи не разобрали. А потом Лизе нужно кое с чем помочь. Но ты понимаешь, дела семейные». Она положила трубку, радуясь внутри себя за свою маленькую месть. А потом ей стало так грустно и так захотелось заплакать, что нестерпимо защипала в носу. Но Наталья сдержалась, набрала в рот побольше воздуха и очень медленно выдохнула. Затем встала и отправилась к мужу помогать разбирать вещи. «Может, ты прав, Николай. Ее сын еще очень молод и горяч. Придет время, и он все поймет. По крайней мере, ей очень этого хотелось». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!